У скольких абаканцев есть собаки, конечно, никто не подсчитывал, но очевидно, что с каждым годом их количество только растет. В основном пушистых питомцев выгуливают в парках. При этом не все владельцы собак спешат убирать за ними отходы, что создает массу проблем для обычных горожан. Гулять можно только глядя под ноги. Оригинальное решение собачьей проблемы придумали в мэрии Абакана. Там предлагают установить в парках города так называемые док-боксы. За английским словосочетанием кроется контейнер из двух отсеков. В первом хранятся бесплатные пакеты из разлагаемого материала для сбора собачьих отходов. Во второй ящик сбрасывается использованная упаковка. Мы сейчас должны обсудить вообще, в принципе, вот эта идея крупных городов, будем говорить, там Казань, Санкт-Петербург, Новосибирск, где уже потихонечку это внедряют. Поэтому мы сейчас обсудим, где, но у нас такое есть намерение все-таки начать. Старосты микрорайонов за док-боксы голосуют уже двумя руками. Зачастую собачники прогуливают питомцев в школьных дворах и на детских площадках. Я считаю, в принципе, поработать можно и, ну, наверное, воспитывать народ надо. Интересно, что док-боксы придумали вовсе не чистоплотные европейцы, а сибиряки. Автор идеи – новосибирец. У него-то власти Абакана и намерены закупить собачьи мусорки. Планируется, что на них будут размещать рекламу. Как уверяют продавцы, таким образом док-боксы окупятся уже через четыре года. Док-боксы уже вовсю используют Новосибирске, Казани, Южно-Сахалинске, причем постоянно закупают новые партии собачьих уборных. А те владельцы, которые не хотят убирать за своими питомцами, даже платят штрафы в казну города. Абаканцы тоже хотят, чтобы в столице республики появились такие туалеты для четвероногих друзей. Предполагается, что ноу-хау не только сделает город чище, но и разрешит вечный конфликт между владельцами собак и теми, кто четвероногих питомцев недолюбливает. В России известны случаи, когда банальная ссора из-за собак приводила к убийствам. Да и поставить док-боксы в парке гораздо проще и дешевле, чем сделать отдельные зоны для прогулки с собаками. К площадкам для угла собак, правильно сказать, очень жесткие требования по их размещению. Это удаленность от населенных каких-то объектов, домов и так далее. Это от детских учреждений и пошло, и поехало. Это получается где-то отведенная какая-то, чуть ли не за городом, площадка. Пока планируется лишь провести эксперимент. Нужно проверить, приживется ли ноу-хау масса, внедрять док-боксы. Абаканские власти пока не собираются. Виктор Буров, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Не оказали, все гуляют. Нет, а почему не практиковаться? А в 5 утра выходит? Сейчас утро.